Всем привет! В этом видео поговорим о том, как происходит старение и как помолодеть. Какие современные способы косметологических услуг мы на сегодняшний день можем предоставить женщинам для того, чтобы омолодиться. Итак, как же у нас происходит процесс старения? Ну, такая замечательная картинка, на которой всё наглядно показано. Обратите внимание на здоровое расположение подкожно-жировой клетчатки в лице до 35 где-то лет. То есть мы видим, что жир подкожный распределён равномерно и такого хорошего слоя. Чем больше у нас возраст, чем старше мы, тем этого жира становится меньше и он у нас уже становится тоньше. А также под действием гравитации птоза опускается вниз, в брылья, которые у нас собираются внизу, в нижней трети лица, которая всех так беспокоит. И под действием того, что вот оно опускается, да, жирок, кожа растягивается, также птоз происходит. И, собственно, у нас образуется некрасивая линия подбородка, да, шея становится, выдаёт возраст. Что с этим делать? Что делать с морщинами и вообще с обвисаниями, да? По косметологическим услугам современным огромное количество услуг на сегодняшний день существует, чтобы омолодиться. Потому что, когда женщина видит первые морщинки, когда она осознаёт, что приходит старость, современные женщины к этому не очень готовы. Они начинают паниковать и биться в истерике, в панике, что же им такого уколоть, что же им такого натянуть, куда же... И очень часто даже приходят женщины и девушки без показаний. То есть те, кому эти процедуры ещё не нужны. А когда приходят более взрослые люди, да, там уже, ну, там уже ничего не поможет. Так вот, что из современной косметологии, я считаю, что наиболее эффективно. Пройдёмся по услугам. Начнём с мезотерапии. Мезотерапия – это витаминные коктейли. Они распределяются по всем зонам на лице, по шее, по декольте. Мезотерапия бывает для волос, для того, чтобы ускорить рост волос, улучшить качество волос. И чтобы они якобы начали расти там, где их нет. Также мезотерапия – это липолитики. И липолитики вводятся не только в подкожный жир на теле, то есть живот, бёдра, ягодицы, бока. Но и липолитики очень многие стали делать в лицо. Липолитики в лицо. Мы вот сейчас с вами посмотрели на картинку, да. И на самом деле вывод из этой картинки я бы сделала такой, что хранить вот этот жир нужно всеми способами, какие только есть. И это бесценный дар, если он у вас есть. Ну, это, говорим, о нормальной весовой категории. Если вес женщины явно превышен, то есть лишний вес за 90 килограмм, да, то понятно, что тут, извиняюсь, неврожу надо колоть, да, жрать меньше. То есть тут как бы другой способ. Поэтому липолитики по лицу, я считаю, бесполезны. Да, если его толстой тётя в 100 килограмм колоть в лицо липолитики, а смысл какой, если она будет приходить и жрать свои булки на ночь. Да, смысла никакого нет. Тут нужно наладить режим питания и в первую очередь худеть полностью, да, худеть на здоровом питании. По телу также липолитики, я думаю, что более осмысленны, если человек делает курс массажа, например. В курсе массажей, который 10 сеансов мы делаем через день, через два, мы добавляем липолитик раз в неделю. И если женщина нормально питается, без излишеств и вредностей, то липолитик ускоряет процесс от массажа, похудения. То есть, да, имеет смысл. Имеет смысл. А в лицо, в здоровое лицо не нужно делать, потому что хранить нужно свой жир. Если подкожный с возрастом его станет меньше, то будет беда. А когда большой вес тела, то нужно худеть другими способами, потому что это бессмысленная процедура. По биоревитализации. Биоревитализация на сегодняшний день славится тем, что она увлажняет лицо на длительный срок и разглаживает мелкие морщинки. Да, я соглашусь, что при первых признаках старения биоревитализация может быть полезной. Ее нужно делать раз в две недели, курсом от четырех процедур. Когда мы увидим уже большие морщинки, когда возраст клиентки где-нибудь 50 лет, 50-60, то рассчитывать, что какие-то изменения произойдут от биоревитализации бессмысленно. Увлажнит кожу, да, возможно. Вообще в инъекционные методики, которые через кожу попадают очень маленькие проценты активного вещества, он очень быстро выводится. И инъекционные методики, ну, нужно делать много раз. То есть курс обязательно должен быть, чтобы там хоть что-то накопилось. И эффект спадает довольно-таки быстро. Эффект держится у более молодых чуть дольше, у тех, кто в возрасте, быстрее спадает. Потому что, опять же, у нас ткани все рыхленькие, да, и по ним препарат очень быстро, ну, может мигрировать, может быстрее рассасываться, да. И наоборот, если вы ввели, например, следующая тема филлер в такую дрябленькую кожу, да, то он может очень долго там держаться в виде закапсулируемого мешочка, что тоже очень плохо. Так вот, биоритализация, да. Биоритализация, есть тоже разные препараты, разные плотности. Но я бы рекомендовала делать и All System, да, это золотой стандарт биоритализации. Тот препарат, с которого началась биоритализация, то есть это вот он и биоритализация, это вот одно и то же было создано, да. Вот, поэтому я советую делать его, он как идеал, эталон. А все остальные препараты, ну, либо аналоги, либо там что-то пытаются выдумать и добавить, улучшить. Но на самом деле, как показывает практика, особо это никакой роли не играет. Гиороновая кислота, она и есть гиороновая кислота. Там что-то еще усилить, добавить, ну, сложно выдумать. Хотя выдумывают каждый день, каждый день выходят новые препараты и что-то надо с ними делать. Конечно же, реклама хорошо работает. Дальше, контурная пластика, филлеры, это одно и то же. То есть, если мы хотим заполнить морщины на лбу, межброви, гусиные лапки, носогубные складки, то мы используем филлеры в процедуре контурная пластика. Филлеры, это тоже препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые имеют среднюю плотность. То есть, биоретализация низкая плотность, филлеры средняя плотность. И губы у нас будут самая высокая плотность. Так вот, чтобы при помощи филлеров что-то изменить в лице, как-то его омолодить, я бы тоже советовала не делать филлеры просто так, потому что захотелось, потому что сделать им на что-нибудь. Филлеры делаются тогда, когда есть небольшие заломы, небольшие складки. Филлерами сейчас что только не делают. Я каждый день сама узнаю много нового, в какое место опять в колоде филлер. Сразу скажу, колоть его можно хоть где, потому что это гиалуроновая кислота, потому что это рассасывающиеся препараты со временем, и в принципе они безопасны. Что бы там ни случилось, самое, что может быть неприятное, это закапсулирование. Когда он капсулируется, такой мешочек висит. Ну, остальные попочечные эффекты тоже имеют место быть, но сейчас видео не об этом, а о результативности процедур. Так вот, филлеры я лично своей рукой не буду никогда делать ни себе, ни клиентам. И на обучениях своих я тоже никогда не преподаю эти техники, двоеточие. Это скулы. Это нижняя треть лица, когда при помощи зачем-то филлера хотят сделать чёткие контуры лица. Да, какие-то углы джоли. Это с носом работа филлерами. Это в уши филлеры делают. И интимная пластика. Интимная контурная пластика, когда при помощи филлеров увеличивают малые или большие половые губы. Или точку джи. И что я бы порекомендовала, в чём я вижу смысл. Это заполнение филлера морщин на обу межброви. Это носогубки расслаживания. Это увлажнение и увеличение губ. Но в разумных пределах. Опять же, не надо делать 2-3 шприца подряд. Делайте раз в полгода, раз в год. Или подкалывайте чуть-чуть. Но для того, чтобы чуть-чуть подколоть, жалко открывать препарат и платить за него. Поэтому филлеры, если глубокие морщины, они не помогут. Потому что, во-первых, это серьёзные заломы на коже. А во-вторых, там нужен ботокс. Например, на лбу. Если глубокие, длинные, серьёзные морщины. Ботоксом мы сначала должны расслабить мышцы. Чтобы они больше не могли морщиться. А филлером потом посмотреть. И всё, что в спокойном состоянии мы увидим, когда ботокс уже подействует. В спокойном состоянии видны морщинки. И вот аккуратненько филлером заполнить их. Вот так имеет смысл. А просто филлером без ботокса и продолжать дальше морщить лоб. Зачем это? Непонятно. Я не рекомендую. Глазам также это относится. То есть, глазам можно ввести филлер. Но не имеет смысла, если вы продолжаете дальше морщиться. То есть, он очень быстро. Эффект спадёт. И у вас новые заломы образуются. Ботоксом сначала делаем глазки. Они у нас расслабляются. Больше они не могут морщиться. И потом уже, что осталось, заполняем филлером. Вот такие процедуры, я думаю, на сегодняшний день. Самые актуальные. Самые полезные. Кто вообще, в принципе, к инъекциям хорошо относится. Вот. Здоровый сон, прогулки на свежем воздухе. Обязательно хорошее настроение каждый день. Потому что, что бы вы себе не вкололи в лицо, в тело, ещё куда-то, как бы вы ни натянули, это никакой роли не сыграет, если вы по жизни угрюмый, бурчливый человек. Поэтому, в первую очередь, смотрите за собой, за своими поступками, за своими словами, за своими действиями. Следите за своей внутренней красотой и гармонией. Всё остальное – это естественные процессы. Нужно со временем всё-таки принимать себя и любить такой, какая вы есть. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И я вас жду в следующих видео.